Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Марина Рябцева. Сегодня в гостях в нашей студии главный судебный пристав Чувашской Республики Иванов Анатолий Юрьевич. Здравствуйте, Анатолий Юрьевич. Вот сегодня хотели поговорить о запрете выезда за границу. Насколько это эффективный метод борьбы с должниками и как обстоят дела в нашей республике с должниками? Наверное, многие уже из средств массовой информации знают, что служба судебного пристава активно применяет такую меру принуждения должников, как ограничение выезда за границу. Судебный пристав Чувашской Республики также активно применяет данную меру и в 2014 году ограничено более 2000 граждан выездить за границу. Сумма долгов у этих граждан более 1 миллиарда рублей. Если говорить об эффективности этих методов, то уже за этот период более 60 граждан заплатили свои долги сумму более 10 миллионов. Это в этом году, да? Только в этом году. Удивительный случай произошел недавно, что один граждан, узнав о том, что принимаются меры по ограничению его выезда за границу, пришел и заплатил более 3 миллионов наличными деньгами, чтобы только получить возможность выехать за границу. А если они заранее не заплатят, то где? На границу? Если они заранее не заплатят, то и будет вынесено постановление об ограничении выезда за границу, то, приехав на границу, выезд им будет закрыт. И у них не будет возможности заплатить и выехать сразу, если даже у них при себе будет иметь та сумма денег, которую они должны по решению определенных органов. А сколько времени пройдет, когда они выйдут из этого списка? По процедуре снятие этого ограничения проходит около 10 дней, потому что деньги должны поступить к нам, соответственно, мы должны вынести постановление и направить в пограничную службу. На эти процедуры максимум уходит до 10 суток. Это максимальный срок. Но в более экстренных случаях мы принимаем меры, когда бывают случаи, что необходимо выехать человеку срочно на лечение или еще какие-то бывают случаи. Мы можем принять меры экстренного снятия. Это в течение 2-3 суток, наверное. Но все равно уже самолет опоздал. Да, самолет опоздал. А много было таких случаев, что вот приехали и на границу узнали и развернулись? Ну, в последнее время уже, так как уже более 2-х лет мы применяем эту меру, не так много таких случаев, потому что уже многие заранее проверяют, перед тем, как выехать за границу, наличие у них долгов и наличие ограничений. А вот как проверить, как они вообще попадают в этот список? Сама процедура ограничения, она не очень проста, поэтому говорить о том, что должник не узнает об этом, это, наверное, неправильно. Перед тем, как ограничить выезд за границу, должник все равно получает уведомление о наличии у него долга от заказной корреспонденции. После этого, после истечения добровольного срока, только выносится постановление об ограничении выезда за границу, которое также направляется должнику заказной корреспонденции. И если гражданин проживает по своему месту жительства и периодически заглядывает в свой почтовой ящик, он на 100% узнает о том, что у него имеется долг и в отношении него вынесены такие ограничения. Кроме этого, любой житель страны, гражданин нашей республики может через интернет-ресурсы узнать о наличии его долга. В последние годы, уже более двух лет, у нас действует такой сервис, как банк исполнительного производства на нашем сайте, куда гражданин может сам зайти, ввести фамилии мой, свой год рождения и узнать о наличии у него долга, узнать реквизиты судебного пристава и там же, если желает, без всяких комиссий заплатить свои долги. Кроме этого, в последний год запустили такой сервис, что любой гражданин, имеющий в собственности смартфоны, может подписаться и при любом возбуждении исполнительного производства на наличии долга будет приходить ему смс. А вот какая сумма, после которой происходит такое ограничение? Ограничим выезд за границу должников, у которых сумма долга более 10 тысяч рублей. В прошлом году такого вроде не было, да? Да, это внесли не так давно изменения. А вот много сейчас видеофиксации, много штрафов ГИБДД, они тоже под эту категорию подходят, тоже могут закрываться? Да, по видеофиксации, да, в последние годы органы ГИБДД активно применяют данную меру, произошел рост, но, к нашему счастью, наверное, в последние годы эта ситуация стабилизировалась, люди начали платить по своим долгам и уже за 14-й год такого роста поступления не наблюдается. И по ограничению выезд за границу, если сумма долга у них превысит более 10 тысяч, то есть возможность ограничить законодательно ее выезд за пределы Российской Федерации. А много таких вот в Чувашии? По долгам, если говорить о документах, которые поступают из ГИБДД, за этот год поступило более 80 тысяч. И взыскано по этим документам более 40 миллионов рублей. Но если так судить, то в год поступает около 200 тысяч исполненных документов. А вот в законодательстве еще какие-то изменения есть? Да, вот если говорить об изменении законодательства, в последнее время иногда встречаем с мнением, что служба судебно-приставов пытается все больше применять репрессивные методы. Но в связи с этим я хочу довести, что только по инициативе службы судебно-приставов срок добровольной уплаты штрафа за 30 дней возросло до 60 дней. Служба идет на то, чтобы более облегчить возможность уплаты. Кроме этого, если говорить о возможности узнать свои долга, я уже рассказал про банк данных исполненных производств. Но если говорить о репрессивных мерах, то последнее изменение – это наказание за неуплату штрафа, это обязательно работа. Обязательно работа – это работа вне урочное время, выходное свое время, на благо республики. Мы направляем их в органы муниципалитета, где им определяют фронт работы, и они отрабатывают по 4 часа в день. Это если не могут заплатить, могут пойти работать? Если они своевременно не заплатят. Нет, штраф все равно придется заплатить. Это за несвоевременную уплату штрафа. Но надо сказать, что за несвоевременную уплату штрафа возможно еще удвоение штрафа, но не менее 1000 рублей, и административный арест до 15 суток. И много таких, кто выходит на работу? В этом году таких решений к нам поступило более 500. И более 100 из них – это в городе Новочебоксарске. Но это не говорит о том, что Новочебоксарске менее законопослушно. Наверное, там более активно применяют эту меру, как, наверное, альтернативу ареста. И какие работы предлагают? Работы в основном – это по благоустройству наших населенных пунктов. Озеленение? Озеленение, уборка. Вот такие, где не требуется большой квалификации. Если говорить о еще изменениях, которые могут быть в ближайшее время, наверное, все уже средства массовой информации считали, что наша служба активно пытается внедрить систему дисконта. Законодательно нести изменения. Если гражданин в какие-то кратчайшие сроки добровольно уплатит штраф, то он не заплатит не всю сумму долга, например, 70%, 50%. Я не могу говорить, какой процент, потому что это сейчас рассматривается в глазуме. Но это опыт некоторых европейских стран. И мы считаем, что если гражданин законопослушен, да, нарушил. Но если он осознал, то если кратчайшие сроки заплатит, государство не несет никаких расходов по взысканию долга, то он может заплатить какую-то меньшую сумму. И, наверное, это в определенной степени будет понуждать наших граждан самим добровольно платить, чтобы сэкономить свои деньги. Вот, кстати, говорили, где можно проверить долги. Вот еще перед записью этой программы сказали, что можно также проверить доложников, кому в долг собираются. У нас существует, я уже говорил, сервис «Банк исполнен производств» на нашем сайте, сайте Управления Федерального службы Суэмпризов, где можно проверить любого гражданина на наличие долга, введя фамилии, имущество и год рождения. Наверное, сразу возникает вопрос, что мы, разместив эти сведения, нарушаем какие-то права граждан. Я хочу сразу сказать, что в Федеральном законопослушенном производстве внесены изменения, где написано, что все данные о должниках являются открытыми. И разместив их на нашем сервисе, мы ничего не нарушаем. В определенной степени, наверное, мы помогаем определенным людям, которые или кредитным организациям, которые собираются дать в долг, они могут уже проверить этих граждан на предмет наличия у них долгов или нет. В черном списке. Да, уже можно сделать вывод о кредитной истории этого гражданина. Если у него много долгов, соответственно, и если он предыдущие долги не возвращает, значит, и этот он не вернет. Теперь все открыто, да? Да, в настоящее время все открыто. Так, а вот по алиментщикам много ли сейчас в республике? В республике в настоящее время более, из полных документов о взыскании алиментов более 8 тысяч. Если говорить, нельзя сказать, что все эти 8 тысяч, они злостные, которые не уплачивают свои алименты. Среди них это те граждане, которые официально нигде не работают, но какой-то определенный срок приносят. И денежные средства для содержания своих детей. Ну, наверное, если говорить о злостных, которые не платят, это 20-30% от этого количества, в отношении них мы уже принимаем активные меры, вплоть до привлечения их к уголовной ответственности. Ну, это уже не говоря о том, что им тоже выезд за границу. Да, в отношении должников, которые должны алименты, это в первую очередь, эта мера применяется. У нас был случай, когда один должник за несколько лет вперед заплатил свои алименты и уехал. Вперед даже? Вперед. До совершеннолетия он заплатил и уехал. Хорошо. Спасибо большое, Анатолий Юрьевич, за ваши ответы. Тема очень актуальная. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». Сегодня у нас в гостях был главный судебный пристав Чуварской Республики Иванов Анатолий Юрьевич. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова